Здравствуйте! Сегодняшний урок посвящен теме «Мужчины и женщины на рынке труда». Я надеюсь, что к концу урока мы поймем, делятся ли профессии на мужские и женские, как это отражается на неравенстве между мужчинами и женщинами, как это может повлиять на ваш выбор профессий и что мы можем сделать, чтобы ситуация изменилась к лучшему. Предлагаю прямо сейчас посмотреть видео, почему женщины зарабатывают меньше, чем мужчины. Его автор рассказывает о ситуации на примере Германии. Вам же предстоит сравнить увиденное с тем, что происходит в Кыргызстане. Зафиксируйте основные моменты, по которым вы будете делать сравнение. Для этого разделите лист в тетради на две колонки. Одно заглавьте «Германия», другое «Кыргызстан». Во время просмотра делайте пометки первой колонки. Смотрим. Почему женщины меньше зарабатывают? Это не миф, а реальность. Мужчины продвигаются по карьерной лестнице, а женщины нет. Это Ева. В Германии она зарабатывает на 21% меньше, чем Адам, и у нее гораздо меньше шансов получить служебный автомобиль. Но откуда взялась такая разница? Заглянем в 20 век. После Второй мировой войны из-за нехватки мужских рук женщины взяли на себя тяжелую работу. Они стали добиваться равной оплаты труда и достигли успеха. Но в годы экономического чуда женщины вернулись к своей традиционной роли при стремительном послевоенном росте ВВП Западной Германии. Ева могла позволить себе выйти замуж и не работать, вместо этого посвятив себя хозяйству и заботе о детях и муже. Общество и закон видели мужчину как единственного добытчика в семье. Такое распределение ролей господствовало ФРГ несколько десятилетий и продолжает формировать взаимоотношения на рынке труда. Ева выбрала типично женскую карьеру. Она работает в отделе кадров. Профессии в сфере естественных наук и технологий ее не интересуют. Однако проблема в том, что типично женские профессии хуже оплачиваются. Так медсестрам и воспитательницам платят меньше, чем автомеханикам и слесарям. Вдобавок к этому Ева сделает перерыв в своем профессиональном развитии и карьерном росте ради детей, а вернется на работу лишь на полставки. Начальницей ей стать не суждено. Вот такой порочный круг. Вам понравился ролик? Поделитесь своими впечатлениями в паре. Кстати, он, чтобы познакомиться с интересной темой об истории женского избирательного права. Итак, какие пункты вы записали? Что хотели бы прокомментировать? Для начала заполните колонку «Кыргызстан» и мы обсудим ваши мысли. Теперь сравним ваши предположения с официальной статистикой по Кыргызстану. Но прежде проверим вашу прозорливость. Как думаете, в колледжах у нас обучается больше мальчиков или девочек? Запомните свой ответ и посмотрите на график, который показывает, как распределяется мужчина и женщина по выбранным специальностям в колледжах. Что мы видим? Перечень сфер деятельности, образование, технологии товаров широкого употребления и процентное соотношение юношей и девушек в каждой сфере деятельности. В какой сфере у нас больше юношей? Это столбец темно-голубого цвета. Как вы думаете, с чем это связано? Надо сказать, что статистика во всем мире очень похожа на нашу. Мужчин больше в тех сферах занятости, где выше зарплата и еще по традиции сфера деятельности считается наиболее трудоемкой и поэтому тоже высокооплачиваемой. Например, машиностроение, металлообработка. Посмотрите, в этой сфере стопроцентная занятость мужчин. Что мешает управлять машинами или их создавать женщине? Рассмотрим распределение между женщинами и мужчинами на рынке труда. Занятость женщин и мужчин по группам занятий в 2017 году. Распределение женщин и мужчин как руководителей действующих хозяйствующих субъектов согласно экономической деятельности. Распределение женщин и мужчин как руководителей действующих хозяйствующих субъектов согласно территории. Распределение женщин и мужчин студентов образовательных организаций высшего профессионального образования по направлениям обучения. Образуйте четыре малые группы и вам следует проанализировать данный график и выразить свою точку зрения относительно изученной ситуации. То есть вы должны ответить на три вопроса. О чем нам говорят цифры? Как это отражается на неравенстве между женщинами и мужчинами? Что следует с этим делать? У вас на работу семь минут. Вам необходимо подготовить аргументированное выступление на три минуты. Время истекло. Предлагаю заслушать мнение групп, но для этого нам нужно изучить правила конструктивного диалога. Во время выступления группы слушающим нельзя перебивать говорящего, но можно готовить вопросы и демонстрировать степень понимания мимикой. Выступающий может быть один или более, но соблюдать следует регламент три минуты. Выступление должно содержать ответы на все три вопроса. И последнее. После выступления группы можно задать один уточняющий вопрос. Время не предусмотрены, так как у вас будет возможность выразить персональную точку зрения позже. Каждая группа начинается так. Мы изучили график, название и отмечаем, что именно мы изучили. Мы видим, что сохраняется гендерное неравенство на рынке труда. Хотя в Кыргызской Республике еще в 2008 году был принят закон о государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин, в котором говорится о необходимости принятия специальных мер, направленных на достижение фактического равенства в политических, экономических, трудовых и иных социальных отношениях. Изучите дома данный закон, используя Киар-код. Домашнее задание. Вам необходимо письменно ответить на три вопроса. Что вы для себя открыли за время урока? Второй вопрос. Как это может отразиться на вашем выборе профессии? Третий. Какие трудности и пути их преодоления вы видите в области будущего профессионального самоопределения? Оценка будет поставлена согласно следующим критериям. Аргументированность ответа, логичность изложения, речевая культура. Спасибо за урок. До свидания.